Не сожги других Название, сейчас я его объясню Мы сейчас находимся В недельном разделе, который называется ЦАВ Это второй недельный раздел Книги Ваекра, третьей книги, пяти книжек У Маша В этом разделе есть такая фраза В шестой В шестой главе, второй стих А огонь жертвенника Будет гореть на нем Так написано на нем На иврите, давайте я сейчас почитаю эту фразу На иврите, так написано Про огонь жертвенника На жертвеннике сжигали жертвы И там всегда горел огонь Вот здесь вот об этом сказано Что он должен гореть на нем всегда Написано так В эш амис бэх тукад бо Слово бо Вообще-то должно быть переведено Как в нем Бо в нем, внутри Но все понимают, что разговор идет о том Что огонь жертвенника будет гореть Будет гореть на нем И переводится так на нем На самом деле речь идет В данном отрывке О жертве Которая называется Оля Оля Это жертва, которая сжигалась целиком Полностью И ничего от нее не осталось Видимо Она вся возносилась кверху Именно ее свойство Возноситься кверху Жертва, которая идет К Всевышнему Ее называли Оля Оля Это глагол, который называется Подняться Ла-лот Подняться И эта жертва Сжигалась вся И вообще-то Надо бы сказать И огонь жертвенника Горит На ней Она в женском роде Это жертва Оля Она А тут написано На нем Да еще написано Бо В нем Это очень странно И это надо объяснить Объяснение такое Огонь жертвенника Горит в нем Вот что нам сообщает Тора Говоря про жертвы Которые приносят в частности Коин Священие Коин храма Написано В Талмуде В трактате Сука 28 лист Там рассказывается Об учениках Величайшего Учителя еврейского Которого звали Илель Илель Азакен Илель Это один из Столпов Я бы сказал Всей нашей Торы И все что мы знаем В Торе Мы знаем От его учеников Она зашла От его учеников Так вот Об учениках Илеля Который жил Примерно Можно сказать Ровно 2000 лет назад Про одного Из его учеников Которого звали Раби Йонатан Бен Узьель Говорится Что когда он Сидел и учился Так серьезно Уходил в учебу Что Пролетавшие птицы Так написано В Талмуде Пролетавшие птицы Над ним Пролетавшие Сгорали от огня Который Выходил из него В виде Столба пламени И все это видели И спрашивали Такую фразу говорили Если таково величие Если таким великим Является ученик То что можно сказать Про учителя Все Талмуд больше Это всем ничего не говорит Здесь делается Простое умозаключение Логическое Если на Драби Йонатаном Извините На Драби Йонатаном Сгорают птицы Что должно происходить Когда они пролетают Над Илелем Ведь больше чем Сгореть они уже не могут Это максимум Конец Отрывка из Талмуда Вот что хочет Талмуд этим сказать Что он говорит Что он О чем он спрашивает Есть ли над учеником Так То что над учителем На эту тему говорит Сфат Эмед Сфат Эмед Это книга написана Великим Талмудистом Я чуть ниже Скажу про него Великим ученым тоже Уже нашей эпохи Нового времени Новейшего времени Он спрашивает И ученых очень часто называют По названию Книги Которые они написали В данном случае Сфат Эмед Толкователь текста Торы и Талмуда И он так написал Так вот Величие учителя Проявилось в том Что над ним Как раз птицы Не сгорали Он учил Тору С не меньшим жаром Чем его ученики Но жар его души Был целиком внутри Он не пребывался наружу Он никому Не проносил вреда Отсюда мы видим Можем выучить Что даже тот человек Который учит Тору От которого сходит Жара Который может Можно обжечься У птицы сгорали Сидел и никого не обжигал Это называется Это и есть тема нашего урока Уважительное отношение К людям Никого не сожги Сейчас я все это объясню Написано Огонь жертвенника Горит в нем Только в нем Настолько он горит Что окружении Нет никакой опасности То же самое С человеком Который выполняет Митцву заповедь Он ее наполнен Он переполнен Ею Он ее горит Она горит у него внутри Но вреда окружающим От него не происходит Не должно происходить Сначала сейчас расскажу Кто такой был Сват и Мэт Ну и интересное Маленькое замечание Мне оно показалось Интересным А потом Я буду раскрывать Эту тему Она очень интересная Она очень важная Для нас с вами У выдающегося Талмудиста Ему зрителя Ученого Торы Он был, кстати Большой праведник Рабицхак Мэйр Изгур Город Город Довольно-таки Крупный город В Польше Гурские хасиды Известны по всему миру Это, можно сказать Самое крупное Самое крупное Самое крупное движение Хасидское в мире Во все времена Которые были По численности И по своей влиятельности Именно Гурские хасиды Всегда занимают Можно сказать Первое место Среди хасидов Я, извините Происхожу из семьи Которая происходит Из украинских хасидов Мой дедушка Родился в Чернобыле Я уже об этом говорил И все мои предки Родились по мужской линии В Чернобыле Да и по женской И По женской стороне Моего отца И Я могу признать Что, конечно Украинский евреист Очень сильный Крупный Мощный Я могу часами о нем Говорить Прости пример Что это Одна из самых Сильных Национальных Единиц в этом мире В нашем Современном мире Но надо признать Что гурские хасиды Были многочисленнее Книги их были Глубже Больше Они на самом деле Посвящали свою жизнь Изучению Торы И дали Эврейскому миру Ряд Целый ряд Необыкновенно Сильных Авторитетных Личностей А Одной из таких Личностей Был Арабий Цакмейер Из Гур У него было Очень много Внуков У него было Много детей Много внуков И вот этот Гурский Рэбе Устраивал им Каждый раз Накануне Субботы Экзамены Собирал их всех Было очень Интересное занятие Собирал И он просил Перед субботой Он им давал Задание На что должен Кто-то отвечать Нужно было Сделать так Что в субботу Они отвечали На ту вещь Которую они Подготовили Перед субботой Это должно было Быть Каким-то Необычайным Каким-то Очень оригинальным Открытием То, что называется Другим людям Это неизвестно Было Открытие Что называется Хедуш Новый хедуш О каком-нибудь Стихе Торы В предложении Торы Текущего Недельного Раздела Можно сказать Именно оригинальное Толкование Стиха Не взять у кого-то И они были Способные дети И поэтому По крайней мере Врослые Мальчики Начиная там С пяти лет И выше До восьми Они этим Завалили Экзамен И шла однажды Неделя Которая как раз Как сейчас Неделя Когда читался Раздел ЦАВ И слово Взял маленький Лейбле Так его звали Лейбле И он сказал В начале раздела Сказано И огонь жертвенника Будет гореть в нем Здесь имеется в виду В ком В нем Священник храма Коэн 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 Он их режет Этих животных Он их сжигает И огонь жертвенника Должен гореть в нем Это называется Он такую фразу сказал Я ее записал Перевел Пусть его сердце Это священник Коэна Будет подобным Жертвеннику Будет всегда полно Священного огня Но отсюда Это он добавил Так же учим и мы Что так же и мы Призванные служить Торе Торе Должны гореть Выполняя ее заповедь Нужно гореть Так было сказано Весьма нестандартное Толкование стиха И оно столько поразило Насколько это никто не знал Об этом Всех присутствующих Что в комнате уцарилась Тишина Где посмотрел этот экзамен И раби Цакмейер Из гурской рэбы Привлек мальчика к себе Обнял его Поцеловал Сказал такую фразу Нет сомнений Вот этот мой внук Достигнет больших высот в Торе И будет руководителем Еврейского народа Так и произошло И пророчество дедушки Полностью сбылось И прошли годы И раби Иуда Лейб Алтер Это и есть рэба Алтер из гор Автор выдающейся книги Сват и Мэт Занял пост своего деда То есть То место Где мы сказали Что жар души должен гореть В нем Вот о чем говорит Наш стих Это сказал Шестилетний мальчик И это осталось В наших комментариях Я выписал Раби Алтер из гор Родился в 1847 году А умер в 1905 Прожил Видите Меньше 60 лет Написал Замечательные книги Которые мы сейчас учимся Итак Тот Кто Выполняет Митсу И переполнен Жаром Желанием Присоединиться К Всевышнему Приблизиться к Нему Он должен смотреть Аккуратно И внимательно Чтобы не нанести При помощи своего горения Вреда Другим людям Поэтому мы ему и говорим Так написано Огонь из жертвенника Будет гореть в нем Только в нем А не на других А свой урок Мы называем Как мы назвали его Не сожги других Когда ты будешь Приближаться к Всевышнему Будь внимательным Вот на эту тему Сегодня и будем говорить Раби строил Салант Мы очень часто говорили о нем Праведник Учитель Мусара Мусара Это вообще в принципе Все что мы делаем В нашем цикле наших Видеолекций Рассказываем о мусаре Это и называется Еврейское поведение Еврейская мораль Закон еврейского поведения Который основывается На нескольких правилах Пунктах Это не просто Констатация Того факта Какое действие Человек является Хорошим и плохим А это не что иное Еще как Целый комплекс Законов и правил При помощи которых Выполняя которые Человек становится Праведником Вот это сейчас Я дал определение Еврейского мусара В отличие от всех Из самых европейских Этик Это именно то Что мне позволяет Стать Более лучшим человеком Чем я сейчас Есть на самом деле Почему? Потому что Приближение к людям Есть приближение Любовь к людям Есть приближение К Всевышнему Так вот Раби строил Салант Был руководителем Большого движения Все в Литве Примерно сто лет назад И больше Когда во многие Шивы Кроме изучения Талмуда Ввели Обязательное изучение Книг мусара Книг по еврейской Этике Такие как Книги Которые позволяют Помогают человеку Сделать шум И справиться И улучшить Свои качества Свои медот Вот однажды Увидел Рассказы про Раби строили Салант Они известны И Они все касаются Конечно мусара Юрисской этики Однажды он увидел Как какой-то человек Ворвался В синагогу Когда в это время Шмуна и Сре Читали И повторяли Шмуна и Сре И Хазан Тот человек Который общинную молитву Повторяет После того как Каждый индивидуально Прочел И он доходит В первом благословении До слов К души К душа Это освящение Имени Всевышнего И если вы знаете Именно в этом месте Говорят все Кадош 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 Три отрывка И все вместе Все останавливаются Даже люди Которые идут на улице И слышат К душа В окно Останавливаются И призносят Эти слова И он ворвался Чтобы не пропустить Эти слова Столкал всех Встал И С большим жаром Души Прокричал со всеми вместе Громче всех Кадош 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 Всевышнему освященный Освященный Святой ты И он после Все этой сцены Раби Салам Заметил это Подошел к нему Отозвал его В сторону В уголок Так написано В угол Где никто не мог бы слышать И сказал ему Что Нельзя доставлять Неудобства людям А тем более Давить им ноги Это безобразно Это нехорошо На что тот сказал Что он очень хотел Выполнить большую заповедь Поэтому было некогда Все люди должны понимать Кого он пихается Он бежит Выполняет заповеди Пихать других Все должны понимать Это И Раби сказал Если ты так выполняешь Если ты так выполняешь Заповедь Именно таким образом Подпихивая других людей То никакой Заповеди у тебя нет Ты ее не выполнил Он тебе не засчитывается Вы знаете Человек же выполнил заповедь Ну сделал неудобство Каким-то людям Ну отдавил кому-то пару ног Евреи добрые Простят Если меня наступят на ногу Когда бегут К душу Я надеюсь Что это не будет Женский тонкий каблучок Но я переживу Я его пойму Этого человека Но я боюсь Что Так сказал Раби Салант Так оно и звучит Если ты сделал неприятность Другим людям Выполняя великую заповедь Ты ее не выполнил Знаете Все-таки я не могу Не дополнить от себя Добавить одно маленькое слово Мы будем стараться Когда побежим К душу Не толкать других людей Договорились Да? Это вот мораль Этого рассказа А теперь продолжение Ну если нам От доверия ногу Ну не будем кричать Возмущаться И кричать Нет у тебя А ты митцвы Он отменяется Ты плохой человек Это тоже не будем делать Почему? Потому что Человек не обратил внимания Он не приходил На нас может быть урок Что-то с ним случилось Прощать других Но никогда Не прощать Самого себя Другой раз Раби Строяль Салант Подошла такая история Он заметил человека Который наполняет Полный-полный ковшик воды Блассиуда Трапеза Третья трапеза В синагоге Нужно было сделать Натилат едаем Омовение рук И он взял И было там Большое ведро Стояло Слуга Который работает В этой синагоге Принес большое ведро воды С речки Опускался вниз Поднимался наверх Он уже несколько раз Приходил Заполнял Бак Холма Зимой Тяжело Тяжелая работа Нет крана И этот человек Подошел Очень важный был человек Взял Огромную баклажку Емкость Большую И вылаз Себе до самого конца Тем самым Демонстрируя Всех Насколько он любит Заповеди Всевышнего Он не жалеет воду И Раф Салам Тоже Отозвал Сторонку Вот я добавляю Отозвал Сторонку Скорее всего Так оно и было Учитель Мусара Чтобы не обижать Человека При всех Он отдал Сторонку И сказал Что ты конечно же Не выполнил Заповедь Почему Потому что Человек бегал Ради тебя По этой погоде Таскал Тяжелое ведро Ты за его счет Делаешь эту мецу Нужно думать О других людях Так он сказал Этому человеку Тем более Что я сейчас смотрю Здесь вообще-то Воду черпали Бедные девушки Прислужницы Которые Это был Какой-то семейный праздник Торжество Которые тяжело трудились А ты тратишь Воду Это на омовение Рубь В каком количестве И еще И последнее Которое Раби Саланта Есть такая история Которую я Прочитал Однажды Он сказал Людям Которые Встают Рано утром На Слихот Слихос Это специальные молитвы Которые читаются Перед Рожи Шана И сразу же после этого Весь месяц Элуль Встают До Рассвета До Зари Идут Синагогу И молятся Просит Всевышнего Прощения За весь еврейский Народ Они Встают Рано утром А все это Может быть И обеспеченные Люди Тоже Эти евреи Которые Встают Рано утром Представьте Себе В 4 В 5 Утро Это Элуль Все-таки Летний Месяц Может быть И в 3 И они Будили Слуг Разбудить Слугу Или сына Своего Тот Кто Не идет Сейчас На Слихот Маленький Мальчик Чтобы Он Он хочет Выпить Чай Перед Слихот И он Говорит Слихот Тебе Не будет Защитываться Таким Людям Почему Потому что Страдают Люди Только ради Того Чтобы ты Чувствовал Ся Хорошо И молился С хорошим Добрым Сердцем Ты доставляешь Массу Неудобств Бедным Людям Которые За это Расплачиваются Своим Физическим Трудом И своим Сном Только Чтобы тебе Сделать Хорошо Чтобы ты Хорошо Теперь У нас Не только Раби Салант У нас Еще Другие Примеры Раби Муртха Шульман Он Рассказывал В следующей Истории Человек Очень Близкий Был К Хофицхайму Во время Первой Мировой Войны Если Вы знаете Немцы Наступали На Русскую Территорию И Война Шла На Русской Территорию Где Было Очень Многие Ивреев Они Не на Польской Не на Первой Мировой Война И Многие Ивреи Бежали На Восток Далеко Они Не убежали В частности Был Раби Муртха Шульман Он Бежал Из Бриска Где Он Учился На Восток Он Побежал С Группой Равинов И Учеников Ешивы Руководителем Их Был Раби Эль Ханан Вессерман Величайший Ученик Хофицхайма Один Из Крупнейших Ученых 20 Века И Они Остались В местечке Которое Называется Смелович Я надеюсь Так Называется Потому что Я на Еврите Прочитал Это Слово Можно Посмотреть Как Называется На самом деле Смелович Значит Где-то Может быть В Восточной Беларуссии Если Не Литва Беларусь А в это Время Там же Спасался От войны Тоже Убежал Из своего Местечка Хофицхайм И Хофицхайм Зная Семью Шульманов Взял Еще юного Тогда Мордхе Шульмана К себе В дом Там Где он Остановился На постое И Поместил В своей комнате Маленькая Комната Была И Тут же Он учился Тут он Спал Тут же Его кровать Стало Две кровати Поставили Вторую Койку И там Молодой Человек Спал Ночами Днем Они все Учились В синагоге А он Спал И Когда он Приходил Вечером То Всегда Хофицхайм Просил Сразу Ложиться Спать И Говорил Такую Фразу Фразу Тоже Не Просто Стоит Назвать Он Скал Что Сон Это Тоже Учеба Почему Потому Если Человек Плохо Поспит Позно Ложиться То На Стоять Устал И Меньше Выучит А Раз Так То Сон Это Часть Процесса Учебы И Он У себя Укладывал Поселил Постель Приходил Все Было Готово И Клав Подушку И Тот Засыпал И Кого Он Засыпал Он Смотрел Сам Хофицхайм Сидит И Учится Он Сидит При Настольной Лампе С Настольной Лампой За столом И Учит Свой Талмуд Свои Книги Учат Законы А Лампу Накрыл И Все Очень Низко Чтобы Она Не Мешала Молодому Человек Который Лежит Тут Так Это Пролежал Все Время Однажды Вдруг Он Встал Ночью И Вдруг Видал Лампы Гарит А Хофицхайма Нет Он Лежит На Кровать Он Первый Раз Увидал Хофицхайма Который Спит Ночью Уставал Рано Ложился Поздно Такой У него был Организм Всю Жизнь Прожил Немало Лет А подушка У меня Есть А у него Нет И Он Так Расстроился Получается Что Хофицхайм Отдал Ему Свою Подушку И Он Сказал Утром Что Он Не Может Спать На Подушке Он Хофицхайм Смирился Сказал Я Вообще Твое Появление Здесь На Подушку Голову Не Кладу Почему Я Сказал Тоже Фраза Которая Относит К нашим Урок Очень Важна Он Так Сказал Сейчас Ведет Война Как Известно По Обе Стороны Фронта Воюют Еврейские Солдаты Были В Русской Армии Еврейские Солдаты Евреи И По Немецкому А Раз Так То Евреи Эти Они Сейчас У них Даже Кровно Головой Нет Не То Что Подушки Как Я Могу Класть Голову На Подушку Когда Сотни Тысяч Евреев Сейчас У них И Дома Нет Я Не Могу Этим Делать Так Что Возьми Подушку А Ты Не Можешь Отказаться От Это Потому Что Мой Гость Ты Мой Гость Сколько Дать Гостю По Закону Гостеприимства То В Этим Нет Размера Сколько Ты Не Дал Все Выполнение Заповеди Вы Помните Да Я Когда Даю Задокум И Раздаю Бедным Часть Своего Мущества Я Не Могу Но Советуется Отдать Больше Одной Пятой Такой Закон А Гостю Может Дать Все Тут Нет Размера Так Стал Хорис Харм Он Не Просто Сказал Из Наших Еврейских Закон А Теперь Про Раби Якова Наймана Один Еврей Известнейший Человек Похвалился Ему Какой У него Праведный Умный Сын Наш Во время Праздника Сукот Он Пригласил В наш Семейную Суку Сука Вы знаете Такой Шалаш Где Люди Проводят Все Время Спят Там И И И Учатся И Там Позвал Своих Друзей Из Ишива Ишива Агдула Большая Ишива Пришли Молодые Люди И так Красиво С душой Пели Песни Одно Просто Заслушание Я бы сказал Загляденье Одно Дома Стоят Все Стоят На улице Днем Все Происходит И Какой-то Пожилой Надо сказать Человек Выснулся В окошко И сказал Что вы Мне мешаете Спать У нас Закон С двух До Четырех Так Израильское Правило С двух До Четырех Нельзя Шуметь Сказать Сукот У нас Вообще Старый Человек У нас Сукот Мы Поем И Тот Скрылся И они Продолжали Петь И Старый Человек Пошел Взял Тоже Большой Объем Воды Налил В кране Уже Правда И Выплеснул На них Выплеснул А вы же Знаете Что Сука Это Такой Шалаш Со Слабой Наскать Крышей Она Легко Протекает И Все Это Попало На них И Они Взмутились Закричали Что ты Делаешь И Мой Сын Ему Ответил Как Ты Можешь Поливать На нас Сыну Я не знаю Сколько 12 13 15 16 Не знаю Кстати Я сказал Да Большая Ешива Может Маленькая Ешива Сколько Ты Можешь Поливать На нас Воду У нас Тут Шхина С нами Присутствует Шхина Это Присутствие Всевышнего То есть Мы Настолько Близки К Богу Во время Исполнения Заповеди Сидения В Суке И Настолько Ушли В Эти Песни Настолько Радость Сукот Нас Охватило Что Конечно Шхина Здесь А ты На Шхину Поливаешь Водой Вот Что Скал Мой Сын Вы Менезон Я так Долго Вам Рассказываю Объясняю Что Шхина Отец Похвалился Рабе Якову Найману В нескольких Словах На что Туда Ответил Наоборот Никакой Шхины Там Не было Я Ей Быть Не могу Она Не бывает Там Это Он такую фразу Скал Где Не замечают Других Людей Там Она Не бывает Присутствует Всевышний Всевышний Уходит Из такого Места Где Не замечают Других Людей Больше Даже Обижают Их Даже Делают Плохо Поэтому Выполнили Заповедь Но Не делай Плохо Другим Людям Это Правило Которое Скал Рабе Яков Найман Я От себя Добавлю Что Иногда Те Люди Которые Живут В еврейских Городах Или В еврейских Районах И знают Во время Суккот У нас сейчас Праздник Песох Но Это же Правило Во время Во время Суккот Люди Начинают Строить Суку У себя На балконах Внизу Рядом С домами Ну На проезжей Часть Так вот Кстати Построить Суку И Загородить Проход Называется Сделать Плохо Людям А Следовательно Считается Что Вообще Сомнительное Сказать Благословение Будет ли принять Такое благословение Если ты ее сделал За счет других людей И По крайней мере Когда делают Эту суку Ее нельзя делать Поздно ночью Или даже Вообще Поздно вечером Когда дети Уже пошли спать Будить детей Нельзя Заповедь Выполненная По фрайце Рабьякова Наймана Заповедь Выполненная За счет Страдания Других людей Даже Мельчайнейший За счет Их Неудобства Не считается Таковой Да Мы знаем С вами Еще маленькое Дополнение Что если Кто это Это сделал Мы не будем Кричать Нет у тебя Заповеди Мы знаем Что нет У нас Заповеди У нас Если мы Так будем Делать Только не Обижай Других Людей Нельзя Обижать Других Людей Даже В отмеску За то Что они Обижают Будьте Примером Будем Мы с вами Примером Этим Людям Будем Терпимы К людям Будем Учить К своим Примерам Нельзя Криком Оставить Чужой Крик Нельзя Болью Оставить Чужую Боль И Делай Больно Ах ты Делаешь Больно Получай Дать ему Удар Это Безобразие То же самое С криком С болью И лишь Просто С обидой Нельзя Делать Замечание Резко Человеку Сделать Такое Замечание Я так Думаю Что нельзя Я вам советую Такую форму Придумать Я так Думаю Что нельзя Сделать Такое Замечание Никогда Не делай Замечание Другим Людям Это Было Замечание И так Далее Например Еще Классический Пример Возвратности Вы Знаете Такой Такой Это Всегда Говорит Лошон Ара То Что Сейчас Сказал Частей Шлашон Ара Не будем Подобляться Не будем Делать Такие Ошибки Раби Раби Лезер Ильяу Десслер Известнейший Ученый Известнейшей Книги Написал Мехтаг Мельяу В комнате У нее стоял Большой Комод Одна из Редкой История Мало Кто ее Знает Я проверял По своим Друзьям Своей Семье Мои дети Знают Все Историю А вот Эти Историю Они Не Знали У них Стоял Дом Комод Большой Уже Здесь В Израиле А на Комоде Стоял Красивый Как Меня Описывают Обычно Красивый Такой Красивый Банка Сан Ценат С Пульверизатор Это Была Редкость Для Деколона И он Все Стал На Комоде Все Смотрели На Раби Дед Сера У него Жена Известные Люди Навряд ли Не будет Пользовать Этим Что Они Будут Этим Делать Зачем Он Здесь Стоит Он Очень Красивый И Полный Зачем Пользуется Никто Никогда Не спрашивал Чем Дело И Однажды В Поре Молодые Люди Немножко Выпили Чуть Они Разрешили Себе Выпить Можно Разрешить Но Они Разрешили Выпить И Прийти К Равину Равина Обрадовался Очень Аккуратно Очень Осторожно Выполнять Заповедь Выпивания В пуре Причем Можно Обить Других Людей Человек Который Теряет Контроль Над собой Спокойно Это Может Сделать Это Надо Остерегаться А Это Как раз Тема Нашего В рук Они Пришли Один Молодой Человек Они Веселились Смеялись Схватил Пульверизатор Нажал Несколько Раз Облако Одеколона Появилось Он Поставил И Запах Хороший Я Довольно Постоян Нравить Деслера И Гверт Рэбби А Какой Браху Нужно Говорить На Этот Запах Почему Потому Что Вообще Браху Вы Знаете На Запах Их Нес Сутка Есть На Травы Есть На Вещества И Ни Одна Браха Ни Одно Благословение В каждом случае Своё Я Сказал Какое Раби Какое Здесь Нужно Благословение Сказать Он Сказал Здесь Не Надо Никакого Потому Что Взял Вещь Беспроса Раз Беспроса Значит Нарушил Раз Нарушил Какое Здесь Благословение Можно Говорить Я Не Хочу Сказать Что Если Кто Украл Хлеб То Он Должен Его Кушать Без Благословения Не Дай Бог Лучше Не Красть Почему Потому Что Все Остаются Заповеди И Понятно Что Если Нужно Было Сказать Благословение Раф Наймон Просто Нашел Такую Форму Чтобы Укорить Человека Который Ведется Педагогом Не Услышит Этого Укора А Может Он Сказал Сейчас Придите Скажете Раброваны Сейчас Только Сказали Что Сука Которая Сделана Ночью И Целый Район Не Спал Там Может Благословение Не Надо Говорить Получается Сейчас Придет Кто Кто И Скажет Я Хочу Сделать Шоу Я Хочу Справиться Сны Я Не Могу Вернуть Состояние Сна Я Не Могу Вернуть Тем Лени Которых Я Разбудил Но Благословение Я Могу Сказать Обязательно Сказать Благословение Нужно Но Знай Когда Будешь Кричать Что Большое Сомнение Появляется В этой Необходимости Так Иначе Сказали Он Положил Этот Деколон На Место Ну Чем Закончилось Не Знаю Я Не Придумал Сценарий Хотя Я Сценарист Но Дальше Происходило Следую Через Несколько Лет А он Знаете Каждый Каждый Раз Как К ним Заходили А редко Заходили В его Комнату В квартиру Уровень Одеколонна В нем Менялся То есть Видно Что Он Пользуется Большому Муж Называется Пользуется И Продолжает Пользоваться Даже После Смерти Жены Рава Деснера И тут Один Человек Не Стерпел Сказал А что Вы Делаете Рэмбо С этим Пульверзатором Он Сказал Так У нас Рэббетсон Завела Такой Порядок К нам Приходит Человек И Собирает Белье Для Чтобы Отнести Его В прачино Это Услуга Прачиной За Это Платят Деньги Но Белье Он Приходил Брал Руками Всю Охапку Белья Оно Же Нечистое Несвежее Рэббетсон Очень Переживала Что Он Несет Наше Белье Оно Пахнет Неприятно Я Не знаю Как Может Пахнуть Грязное Белье Но Несвежестью И Вот Чтобы Этот Человек Не Мучился Она Купила Паверизатор И Опрыскивала Все Это Одеколоном И Я Продолжаю Это Делать После Смерти Своей Жены То Получается Что Получается Что Нужно Смотреть Внимательно Отношиться К Людям И Даже Выполняя Простые Вещи Обязательно Митсу Брызгала На Белье Одеколоном Чтоб Не Доставить Человеку Неприятности Это Большой Урод Мне Кажется Рами Моши Шмуэль Шапира По Своей Фамилии Было Много Известных Мудрецов Это Звали Моши Шапира Однажды Он Ехал В Важная Вещь Для Меня Однажды Он Ехал В Израиль На Такси В Такси И С Сзади На Индиш И Раби Шапира Оглянулся И Скал Им На Иврите Приходите Пожалуйста На Святой Язык Не Говорите На Индиш И Они Перешли Папа Сказал Учитель Сказал Они Перешли И Начали Говорить На На Иврите А Потом Когда Они Ушли Из Машины Он Сказал Видите Ли Вы Сидите За Шофера Говорит На Непонятном Ему Языке Он Наверное Не Знал Видишь Было Видно Что Он Не Знает Видишь Это Здесь Приходило В Израиле И Он Мог Подумать Что Не Дай Бог Так Весело Разговаривает Что Может Вы Говорите О Нем Это Неприятно Вообще Старайтесь Не Говорить Да И Все Особенно Весело При Других Людях На Других Я Я Эту И Они Не Знают Если Можно Говорить На Том Языке Которые Понимают Не Потому Что Не Потому Что В принципе Мы можем Сказать Пускай Не Обижаются Какое Дело Пускай Учит Языки Я Хочу Что Сказать Своей Жене А Моя Жена Хочет Сказать Мне Неудобно При Всех Застегни Верхнюю Пуговицу Видите А Пуговица Застегнут И Она Это Слов Почему Мы Решили Сказать Их На Иностранном Так Вот Лучше Не Говорить Лучше На Том Языке Который Знают Все Есть И Я Знаю Этот Язык Есть Случай Когда Человеку Трудно Говорить На Местном Языке Он Спокойно Может Перейти На Свой И Все Знают Об этом Но Знаете Что Когда Человек На Другом Языке Это Немножко Грелиус Раф Ментелят Многие Равины Которые Сейчас Работают Вместе Здесь В Толдот Ешрун Откуда Мы Делаем Эту Передачу И Запись Так Вот Один Из Равин Нам Сказал Что А там Часто Говорят По Русски В Шрутаме По Русски Мы Только Приехали И уроки Нас Многие Шли По Русски Сказали Что Вообще Старайтесь Говорить На святом Языке Ведь И Объяснили Ведь Русский Язык Он же Не Еврейский О Какая Разница А Если Было Еврейский Можно Говорить На любом Языке На любом Еврейском Языке При других Людях Независимо От того Знают Они Не Знают Например Как Еврейский Язык Ты Идешь Так Нам Сказали И Правда Это Еврейский Язык Это Немецкий Язык Но Та Форма Немецкого Языка Которая Была Освоена Евреями Польша Потом Украина Литвы И так Далее Венгерским Явреями Это Уже Явно Еврейский Язык Ладина Это Явно Испанский Язык Да Нет Такой Форме Никто Никогда Не говорил В Испании Это Явно Еврейский Язык А вот Русский Язык Не Стал Еврейским И Вдруг Я Читаю Оказывается Раймуш Мой Шапир Считает Что Не надо Даже Иноини Говорить На любом Языке Говорить Если Этот Язык Не Очень Понимают Конечно Все Нужно С головой Делать Если Я Окажусь В какой-то Среде В России В Монголии Где Там Есть Еврейские Какие-то Учреждения Мы Приезжаем Я Там Среди Несколько Израильтян Мы Можем Говорить По-русски Нас Я Простят Но В принципе Злоупотреблять Этим Не Нужно Не Принято И в Еврейском Мире Оказывается Тоже Следующий Пример У нас Опять-таки Идет Про Адмора Из Гур Адмора Турхотель Хасидов Гурский Хасид В данном Случа Автор Книги Абайт Истраэль Это Уже Несколько Поколений Позже Алтер Рэбе Про него Рассказывают Что Когда Сходил Пурим И сидел Он Сел За Столом Миште Называется Пуримское Веселье Происходило То Он Всегда Был Напряженный Он Улыбался Конечно Положен Улыбаться Я даже Знаю Пел Он Или Пил Гурский Хасид Не Пил Уведут Тя Как Люди И в Пурим Не Напивается Но Он Сидел Напряженный Даже Немножко Сумлечный Очень Внимательный А Когда Он Сел За столом Перед Наступлением Вкануне Йом Кипура Там Нужно Проводить Последнюю Сеуду Чисто Домашняя Без Гостей Люди И уходят В пост Сейчас Они Уходят Синагогу Тупо Что-то Он Был Веселый Радовался Смеялся Я бы Скал Все Видишь Это Очень Остроумный Веселый Человек Хорошего Воспожения Духа Его Взяли И спросили Хотя Ухасидов Еще Меньше Принято Чем У Остальных Мне Спрашивают Вопрос Наверное Младший Сын Внук Спросил Скажи У нас Дедушка Почему Впури Люди Веселятся Тупич Человек Сидишь А В Емкий Перед Емкий Пур Все Наоборот И он Ответил Впури Люди Веселятся Правда Даже Выпивают И не Боятся Обидеть Друг Друга Все Веселые Поэтому Нужно Собрать Свою Волю В Кулак Даже Чтобы Нечаянно Не Нарушить Заповедь Любви К Своему Ближнему Я Сижу И Контролирую Себя Не Дай Бог Кому Обидеть В То В Дай Бог Кому Перед Йом Кипуром Сделать Какое Замечание Не Понравится Всевышнему Сейчас Мы Идем На Суб Будь Мирным Будь Добрым Прощай Все Всем Так Всевышний Тебя Прости А Если Ты Не Прощай Сейчас Ребенка Который Расшалился То Мне Извини Что Сделал Всевышний Он Тебя Прости За То Что Ты Целый Год Шалил И Не Уполнял Заповеди Не Дай Бог Не Дай Бог И Поэтому Перед Йом Кипуром Все Пребывают Страхи Перед Судом Повторяю Внимательно Смотрят За каждым Своим Словом Действием А Я Спокойно И Весел Почему Ведь В Этой Атмосфере Трудно Нарушить Запрет Обижать Других Людей Тут Меня Спокой Я Знаю Что И Ни Я Не Нарушу Я Сталин Нарушу Мне Не Надо Держать Волю В Кулак Это У нас Учит Адмор Изгур Автор Книги Замятой Книжки Абайт Израиль Еврейский Дом Во Время Войны Спросили Хазон Иша Во Время Войны Здесь В Израиле Как Себя Вести Это Очень Интересная Вещь Приходит К Руководителю Поколения И Спрашивает Скажи На что Нам Обратить Внимание В эти Тяжелые Дни Когда Обстреливается Иерусалим И Вообще Неизвестно Будет Продолжаться Вообще Иешув Иешув Это Присутствие Ивейска Здесь В стране Хасов Хасов Что Может Случиться Что Нужно Делать Я Знаю Таким Вопросом Обращались И к Мудрецам Талмуда И к Мудрецам Всех Поколений К Офисхайму В Варшаве В конце 19 века А сейчас Обратились Во время Войны В 47 48 49 Вот эти Годы Очень тяжелые Были В стране К нему Обратились И сказали Что нужно Сделать Как себя Вести И думали Что Он Сейчас Скажет Ну Нужно Молиться Больше Или Нужно Учиться Больше Великий Ответ Который Я говорил Мудрецам Талмуда И Хоффисхайм Учиться Учите Тур Талмуд И Всевышний Вам Поможет Или Например Брать Спасаться Есть Такой Тоже Совет Иногда Нужно Взять И Упаковать Чемодан И Быстро Бежим А он Скал В эти Дни Особенно В первую Очередь Надо Стараться Не Нарушить Заповедь Называется Бэйна Дамли Хаверо Между Человеком И его Ближним Между Человеком И другими Людьми Любую Заповедь Которая Касается Отношений Между Людьми Заповедь Общежития Мы знаем Что Вообще Все Заповеди Делятся Есть Разные Системы Деления Всех Заповедей Например Есть Такая Система Заповедей По Отношению К Чему Заповедь К По Отношению К Всевышнему Например Заповедь Филин Субота Праздника Бризания А Есть Заповеди По Отношению К Людям Например Запрет Говорит Лошон Нора Запрет Обижать Других Людей И Так Далее Обманывать И Нужно Все Достойно Нельзя Спледничать Так Вот В первую Очередь Нужно Обратить Внимание На Заповеди Между Людьми Я Объяснил Почему Потому Сейчас Легче Всего Их Нарушить Все В напряжении В страхе Идет Война И Человек Начинает Разрешать Семе Нервничать И Обить Других Людей Они Поймут Сейчас Мы Бежим Куда-то Что-то Делаем Чего-то Боимся От Себя Добавлю В книгах Которые Писали О Станинском Безобразии Которое Творилось В России Когда Людей Незачто Убивали И Сценали Сажали В тюрьмы Зоны Жили Люди Где-то В нечеловеческих Условиях Тоже Коллективно Бараки Под охраной Расстрелы Убийства Уничтожение Людей И Каждый Спасался Как Может И Там Всегда Находились Люди Которые Даже В такой Страшной Атмосфере Вели Себя Достойно Не обижая Других Людей Не впадая В панику По крайней мере Ничего Не делая За чужой Счет Не топя Других Чтобы Выжить Они Прекрасно Понимали Что такая Жизнь Никому Не нужна И она Не имеет Смысла Нет Приложения В Выжить Уничтожать Других Людей Не дай Бог Лучше В такой Случай Погибнуть Это Теория Чем Выжить Таким Образом Я не знаю Как мы С вами Можем Вести Такую Ситуацию Я надеюсь Всевышний Нам не даст Такого Виспытания Мы молимся И Я надеюсь Что если Он даст Мы будем Вести себя Достойно Но не дай Бог Конечно Это Испытать На себе Но и Там Нужно Вести себя Достойно По-человечески И Всевышний 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 Нам поможет И там Сохранить Своё Человеческое Лицо Вот о чём Сказал Хазон Иш Когда дал совет Что нужно делать Во время войны Обратить внимание На свои заповеди По отношению К людям Не обижать их Однажды Он увидел Что Ещё другой пример Про Хазон Иша Хазон Иш Он жил здесь У нас в моей браке В Израиле Величайший учитель Современности Время Наших поколений И он Однажды Увидел Как Соседи Его Которые Расстрадали От того Что Пограничная Улица Рядом С районом Где Не жили Региозные Евреи Часто нарушаются Чужими машинами В субботу Приезжают сюда Люди Ездили Могли бы Стоять Нет никаких Особых заведений И поэтому Они пошли Перегородили улицу Камнями Взяли камни И положили А после субботы Они её уберут И были очень довольны Этим И вот шёл Человек-сосед Который приложил Эту улицу Камнями Максом сделал И в сторону Хазаныш Который стоял Который он увидел Он сказал Шаббат шалом И тот сказал Я не уверен Лоботух Я не уверен Тот стоял Что значит не уверен Шаббат шалом Что не уверен Я не уверен Что ты хорошо сделал Хорошо ли ты сделал Дело в том Что ты это сделал На общей территории Рашул Горобин На общей территории Где все ходят Чтобы что-то сделать На общей территории Нужно разрешение Всех людей Которые этой территории Пользуются Ты же никого не спрашивал Ты сам решил Что ты здесь хозяин А всякое может случиться Я от себя добавил Объясняю его слов Что всякое может случиться Не дай бог Если человек рожает в субботу Вызывают машину Едут Если что-то случилось Не дай бог Вызывают машину Спасаются Машина запрещена Использование В субботу Но в случае Пикухнеф Что называется Опасность Здоровья для жизни Разрешена А они перекрыли дорогу Получается Что они сделали безобразие Есть специальные Здесь в Израиле В нашем районе При Везде Наш район Религиозный район Специальные Такие Написано Миштара Милиция Полиция Полис Железные Такие шлабамчики Такие перегородки Которые легко Отодвигаются Они стоят Обозначая Что сюда Лучше не въезжать В субботу И человек Который едет Отвозит свою жену В родильное отделение Она будет рожать Чтобы с успехом Они разродились Родив нового еврея Выходит Отодвигает ее Одной рукой Может отодвинуть И поехать дальше Здесь Как мы видим В этой истории Камни Не разложены На дороге И Хазон Иш Не ответила ему Шаббат Шалом На этом Следующая история По рабе Натана Цифингеля У нас сегодня Одни истории Теории мало Теории понятны Еще раз скажем И теории тоже Саба и слободки Дедушка и слободки Мы про него Не рассказываем Он очень боялся Нарушить покой Других людей Не доставить им Не дай бог Малейшего Неудобства Даже когда он сам Выполнял заповедь Например Этот только мог Саба и слободки Обратить наше внимание На это А теперь мы знаем Это правило Послушайте Во время молитвы Шмуне Истре Когда он молился Шмуне Истре Еще ту часть молитв Которую молится Каждый сам по себе Индивидуально И он стоял На молитве Он очень долго молился Он уходил На молитву целиком Но не настолько Чтобы не обращать Внимание на остальных людей Остальные стоят И ждут Когда наш раввин Закончит молитву И он всегда Находил На некоторый момент Замечал Что они уже давно стоят Ждут Сколько-то минут И он стучал Все Извините По столу Рукой Очень сильно И продолжал молитву Это означает Не ждите Меня Для того Чтобы люди Не задерживались На молитве И чтобы они Потом вовремя Пошли домой Где их ждут Их ждут За субботним столом Потому что Так можно Вообще-то Целые час Постоять Как бы он Не уходил Близко к Всевышнему Своей молитве Он все Оставался рядом С людьми Он никогда не задерживал Общину В синагоге Когда Приносили Субботний Дарашот Так написано Когда Приносили Может он сам Приносил Потом Он делал их Короткими И других Просил Почему Чтобы Если наступило Время трапезы Например Утренний Он всегда Старался Сделать так Чтобы люди Не задерживали Других людей Однажды Он увидел Как молодой человек В присутствии Равина Крупнейшего Молился Все Община Смолится Всем Скажем На своем месте А он стоял В проходе И так сильно Раскачивался Так глубоко Поднимался К небесам Посмотрите Мои руки Видите Они тоже Поднимаются К небесам И он Воспарил Вверх И Саба Саботки Скал Что Кланова Увидел Он спугался Ой Как бы он Нечаянно Кого не ударил Потому что Если можно ударить Не дай бог Запрещается Поднять руку Другого еврея Да Случайно Запрещается Ударить Даже Тихо Спокойненько Чуть Запрещается Это Человек ушел К Богу А в это время Он на грани Нарушения Фол У него На грани Фола Идет И он Подошел Сказал Ты очень Горячо Молишься Ну Если Сера Молишься Пожалуйста Найди себе Такое место Где никто Никогда Не пойдет Это Долго Молился И люди Стояли И ждали Когда Ты Перестанешь Махать Руками Нехорошо От себя Добавлюсь Тоже Такую Вещь Что Иногда Люди Молятся Знаете Как люди Часто Молятся Во многих Ишивах Во многих Синагогах Во многих Местах Где люди Молятся Принято За запрет Такой принят Не ходить Перед тем Кто Молится Вообще Так написано В наших Законах Но иногда Знаете Смотрят Не совсем Серьезно И там Где они Серьезно Смотрят Там люди Может быть Привыкают Встать На молитву Где попало И люди Приходят Становятся В дверях Или становятся Перед проходом И начинают Молиться Он может Долго молиться А все остальные Которые Закончили Молитву Будут стоять И ждать Когда он Закончит Эту молитву Получается Он задерживает Людей Это называется Сделать Людям Трудность Сделать Людям Создать Людям Неудобства Поэтому Тоже Нужно Стараться Не мешать Другим Людям Если Перед вами Ходит Не очень Хорошо Не очень Может быть Приятно Но Не будем С вами Возмущаться Вы Не Возмущаетесь Не Надо Но Нам Но Мы Нам Запрещается Ходить Перед Другими Молящимся Но Себе Мы Не должны Это Прощать Раби Йосеф Юзель Гурвиц Саба Из Навардек Кто был Саба Из Слободки А это Саба Из Навардек Два Крупнейших Центра По ним Тоже Можно Целую Лекцию Дать Чем Началась Слободка От Навардека Все это Было В Литве В молодости Он ходил По местечкам Разывается Он Учился У разных Рабаним Ходил Жил Не в одном Месте В разных Домах Был такой Период В еврейской Истории Когда Так Мудрецы Делали Однажды Пришел В один Город А дел Был Перед Песохом Он Уже Был Известным Мудрецом Но Не все Его Знали Да Нет Даже Скажем А может Даже И знали И вот Пошел Перед Песохом Он Остается Там На Две Недели И с Песохом Он Там Должен Остаться И Нужно На Лекциях Что Это Такой Чем Отличается Ручная Моца От Неручной Ну Не ножной А Сделанной Механизмами Чем Отличается Это На Уроках Тулдот Ишуру Пожалуйста Тулдот Рун И Многие Люди Ходят И Делают Эту Моцу Зрелище Такое Незабываемое И Он Пошел Та Ночью И Делал По Всем Правилам Все Обратили Внимание Что Каждое Правило Он В конце Макбит Выполняется Всей Тщательностью И К нему Подошло Несколько Дель Скажут Смотрите Рэбе Как вы Интересно Делаете Он Сказал Так Надо А наш Главный Равин Так Не Делает Как Только Он Эту Фразу Слышал Он Тут Собрался Свою Моцу Убрал Сторон И Ушел Оттуда Он Согласился Взять Чужую В отцу Он Согласился Купить Изготовленную Кем-то Не Делать Самому Но Только Чтобы Что Чтобы Не Нанести Урона Чести Городского Равина Чтобы Не Обидеть Его Хотя Я Выполняю Митцву Заповедь Какое Митцва Выполнена За счет Понижения Чести За счет Достоинства Другого Человека Таково Может быть И Не Будет Я По Крайм На 100% Поэтому Приближаясь К Всевышнему Нельзя Причинять Неудобства Другим Людям Это Сегодняшнее Правило Это Мы находим У Авраама Нашего Пратца Два Примера Первый Пример Он Сказал Царю С дома Он Освободил Была Война Несколько Царей Он Его Спас И Что Он Не Возьмет От Царя С дома Никакого Подарка За Его Освобождение От Наземных Царей Там Написано От тесемки До шнурка На ботинке Посмотрите Сами Берешит 14 глава 24 стих Но Про своих Спутников Он Сказал А вот Им Их Часть Дай Они Помогали В войне Он Сказал Их Часть Отдай Почему Потому что Устрожал Делал Строгим Закон Не брать Ничего От Сдомского Царя Для себя Нельзя Устрожать Для других Людей Только Для себя Если Вы хотите Быть Строгими В каком Законе Больше Чем Требует Закон Только Для себя И Второй Пример Когда Пришли К нему Три Гости Он Сказал Своим Людям Своим Слогом Чтобы Принесли Путникам Воды Омыть Ноги Воды Принесите Посмотрите 18 глава У меня написано 4 стих Там Так Сказано Пусть Возьмут Немного Воды Вам Будет Дано Немного Воды Почему Немного Слуг Не Дай Бог Принеси Ему Два Раз Один Раз Бегаешь К Руки Принеси Два Раз Но Это Он Не Сделал Правило Очень Простое Не Делай Добро Делай Добро Пожалуйста Но Не Делай Добро Чужими Руками То есть Делай Добро Но Не Чужими Руками Вот Такая Формировка Или По Другому Делай Добро Но Не За Чужой Счет Не За Счет Его Энергии Не За Счет Его Денег Не За Счет Его Времени За Счет Его Труда Не За Чужой Счет Делай Полностью Его Сам Я Знаю Например Только Одно Исключение Из этого Правила Когда Можно Подвинуть На Адзаку Сагитировать На Адзаку Другого Человека Понятно Что Нельзя Дать Адзаку Человеку Придумывай Все Который Дал По Шекелю Детям На Мороженое Еще На Что А Кому Проходил Бедного Человека У него Друг Казалось Денег Нет Он Просто Взял Своего Ребенка Отнял Шекель Сказал Я Тебе Потом Верну Ты Понимаешь И Дал Бедного Ребен Конечно Понимает Конечно Ребенок Добрый Он Заплакал Он Маленький Вот Это Лучше Не Делать Лучше Не Обижать Людей Сделал Хорошо Шекелем А может Обиды Нес Больше В следующий Раз Возьми И Побольше Шекеля Или Думай Когда Даешь Детям Или По крайней Так Объясни Поцелуй Его Возьму Самого Старшего Делай Что Хочешь Только Не Обижай Не Делай Митву За счет Другого Человека Обижай Его Не Дай Бог Раби Строил Салант У нас Осталось Еще 8 Мин Я Еще Успею Расскать Несколько Историй Он Просил Своих Учеников Чтобы В момент Когда Будут Печь Мацу Маца Шмурайт Называется Мацу Из муки Которую Охраняли Сторожили Чтобы Даже Неких Паров Веденных Не Попал На Перед Перед Песохом Делать Из Мацу Почему Потому Что Если Пойдет Вода На Такой Моку Не Дай Бог Хочешь Чуть Чуть Подкиснет И Она Будет Некошерная Не Дай Бог Упаси Нас Всевышний От Таких Несчастий И Он Сказал Что Когда Будет Печь Шмуру Своим Ученикам Он Сказал Он Уже Был Очень Пожилым Человеком Чтобы Они Не Подгоняли Эти Люди Ваши Ученики Работников Которые Там Стоят В этой Пекарне Где Выпекают Моцу Новое слово Моцепекарне Что Не надо Кричать На них Поскорее Расторопнее Каждая Моца Должна Пройти Весь Сыкл От Замеса До Полного Изготовления 18 минут Нужно Торопиться Почему Потому что Бедные Люди Там Работают Это Люди Которые Работают За Гроши Таким Тяжелым Физическим Трудом И не часто Они работают Потому что Выпекается Моца Только К Песаху И поэтому Не надо На них Кричать И Подгонять И Он сказал Как же Не надо Подгонять Моца Моцепекарне Дай бог Получится Некошерный Он сказал Будем Молиться Чтобы она Получилась Кошерной Вы слышите Хороший ответ Будем Молиться Но Не нарушать Запрет Обижать Других Людей И Добавил Я не уверен Это его фраза Что Моца Универсальный Для всего О чем Мы Сегодня Говорим Раф Стайплер Раф Каневский Звали Стайплер Тоже Один Из Величайших Учителей Мусара Раф Каневский Он читал Эту фразу Такую Наставил Он сказал Тот Кто Удлиняет Молитву Долго Молится Задерживает Других Потому что Например Меня Здесь Нет И Без Него И Два Таких Человек Попали Восемь Человек Только Утруждать Других Терха Децибура На араметском Взыке Называется Не утруждай Других Людей Если Ты хочешь Выполнить Заповедь Я знаю Людей Которые Сами Могут Молиться Очень Долго Это Праведники Хотя По Времени Молитвам Не Определяем Праведность Людей Я обратил Внимание Что Многие Именно Уходят В молитву Если Они знают Что Их Никто Не будет Ждать Если Эти же Люди Когда Они Выходят Выполнять Функцию Хазана Общественного Человека Который Ведет Общинную Молитву Перед всем И все На каждую Браху Их Ролом 19 Их Ролом 19 Поэтому Молита Называется Шмон Эльстра 18 Молитвам Вы знаете Почему Отвечают Амэн Они Эту Молитву Не будут Читать Медленно Почему Потому Чтобы Не задерживать Других Людей Кстати Тору В субботу Нельзя Плотить В развалочку Медленно А в будни Начать Медленно Снимать С себя Ремешки Отфилин Здесь С левой руки Справа Левша Потом Медленно Подниматься Или одевать Толит Надо делать Все быстро И это Важные Правила Я знаю Что в нескольких Ишевых Это Сонежискоговорящих Ой я сейчас Ничего не говорил Не все Это знают Правила Надо бежать Быстро Делать Мне говорят Ну как же С ремешком Нельзя брать За ручку За ручку За ручку Которую Свиток Торы Намотан Да Две деревяшечки Так вот Лучше взять С ремешками Чем задержать Других людей Другим людям Это называется Тирха Труд Труд необоснованный Ненужный Именно между прочим Поэтому в Талмуде Написано Что наши субботние Праздничные молитвы Намного короче Значительно короче Чем обычные Не из-за того Что просто так В субботу Издали приказ Нет указаний Нашим андрецам Они сказали Что именно В силу того Чтобы не утруждать людей В такой святой день Как в субботу В обычный день Пускай молятся Полную молитву А в субботу Могут молиться В молитву Где Три первые обязательные Три последних обязательные А все средние Заменяются На одно На одно благословение В субботу Все это множество Благословений на одно Чтоб только не утруждать А поэтому Если человек Нечаянно прочитал Большую Могут Все 18 19 Все 19 Благословений То это засчитывается Не надо ему Переговорить заново Он должен сказать Только одно благословение Добавочное Субботу Сейчас оно засчитывается Только для того Чтобы не утруждать Для других людей Сейчас мы с вами находимся В период Предпасхальной подготовки Вот мы сейчас с вами Весь Израиль Это еврей называется Весь Израиль Убирая свое жилище Уничтожая Хамед За одно За одно Только за одно Наводя чистоту В порядок Но надо быть очень осторожным Там где есть напряжение На самом деле Вся есть опасение Оставить неприятности Или какие-то трудности Неудобства Другим людям Это нужно избегать Не такова это заповедь Чтобы ее делать За счет того Что мы доставим Удобства другим людям В какой-то семье Двигают бабушку Которая не встает С кровати С комнаты В комнату Только для того Что нужно Убрать цвет Чисто вымыть ее комнату Если она проявляет Недовольство И она не хочет Чтобы ее двигали То может быть лучше Просто протереть Там пол под ней Но не сдвигать ее С места Пыль в конечном счете Пыль Никогда не была хамедцом Так говорят наши ученые И под видом Я знаю Слышал Придумал Историю Когда под видом Заповеди Выгнали отца Который вечером После 10 до 11 Вся сидела Над Талмудом В своей комнате Его просили Пойти в синагогу Напротив Чтобы он там сидел На своем домашнем месте Он ушел С большим неудобств Не удовольствием Если бы с удовольствием Слова бы не было Продолжение Говорит неудобно Лучше Лучше Не делать неудобств Даже тем людям Которые видимо Вроде бы Соглашаются на это Рогачевский Раф Рогачевер Раби Иосиф Рожин Никак не ходил В пекарню Печь со всеми людьми Почему Доверял знатокам Почему Сейчас мы перед Песком Почему Его спросили Почему он ответил Я боюсь Что во время выпечки Начну рассуждать На тему законов Шурхана Руха Или Рамбама Задумаюсь Как это И начну Найду Какие-нибудь Нарушения Я могу найти Нарушения На любом месте И получится Что я доставляю Страдания Пекарям Которые делают Это стандартно Из года в год Чтобы этого не было Я опираюсь На знатоков Причем Потому что Тора Объявил таких Пекарей Которых выбрала Община Или Шива Община Город Назовется Дин Торы Законом Торы По закону Торы Они являются людьми Наимоним Им можно доверять И поэтому Я туда не хожу Чтобы не было осложнений Если кто хочет Устражать Мы уже говорили Об этом выполнении заповеди Пусть устражает себе А не другим В 52-м году Была шмита Было мало еды Шмита Это 7-й год Когда нельзя Обрабатывать землю И использовать Покупать Продавать Товары Продукты Изделия Выросшие из земли Все что выросшие из земли И поэтому Был такой тяжелый год Здесь в Израиле У нас так написано было Мясо кончилось И все питались Только молочными Молочными продуктами И вдруг Сказали что Пошел слух Такой нужно Запридеть молочную еду Почему? Потому что Молоко то идет от коров А коровы Коровам косят Это сено Оно не то Которое осталось Коровое Сено Которое прямо сейчас Работники работают Получают зарплату И раби Гаон Раби Гаон Раби Весов Зев Соловечи Крупнейший Учитель той эпохи Сказал В 52 году Издал указ От своего имени Написал По решению Раба Соловечка Это единственный раз В жизни Он написал Какой-то указ Положение Со своим именем Я сказал Что ничего страшного В этом нету И в этом году Есть разрешение Есть молочные продукты Этого года Он все выучил И сам Он эти молочные продукты Не ел Он разрешил людям Чтобы они не мучились Потому что он Про себя сказал И мне осталось Одна минута Все свои богатства Когда строили Мешкан Мешкан Это переносной храм Когда вышли из Египта Шли по пустыне То как только Они принесли Все свое Принесли Все свои ценности То Всевышний Специально попросил Муша Рабена Нашего учителя Муше Моисея Пророка Чтобы он пошел И утешил Евреев По поводу того Что они Простались со своим Имуществом И объяснение есть Почему Потому что Если хотя бы Есть один Расстроенный человек На то тем Что он потерял Своё имущество То даже Строительство Всего храма Принесного храма Мешкана Не является Богу годным делом Если есть Здесь Страдание Хотя бы одного человека Поэтому Выполняя Заповеди Надо быть Очень осторожным Чтобы не обижать Других людей Чтобы не обижать Свою маму С папой И говорить ему У вас не кошерная еда Я ем только кашрут Доводить их до слез Понятно что Не надо кушать Их не кошерную еду Нужно делать так Чтобы они не Обижались На наше Замечание В их адрес Не устраивая скандала Не дай бог Если я Выполняю заповедь Субботы Не смотрю телевизор При этом кричу На своего отца На свою дедушку Старого Кто вообще-то Скучает И он не дошел до Торы Я не знаю почему Но старость И он не может жить Без телевизора А я кричу на него Не дай бог Кричу на него Что это безобразие Что так нельзя поступать Тем самым Я не выполняю Никакой заповеди Суббудения свободы Выполняя заповеди Нужно быть осторожным Во всем А тем более Если мы не выполняем заповеди А делаем будничные дела Идя утром на молитву Мы не будем других людей Мы не слишком громко учимся Так что мешаем Своему маленькому Народившемуся ребенку Который Да в соседней комнате Легу этой же Он учится А жена страдает От этого ребенок Просыпается Папа ушел Учит громко Это мы не делаем Почему? Потому что Мы хотим на самом деле Приблизиться к Всевышнему Выполняя заповеди В чистоте Доставляя радость Людям И Всевышний Нам Продолжение следует...